Всем привет! Сегодня мы с вами разберем новую песню Моргенштерна и Элджей, которая называется «Кадиллак». Я вам покажу, как играть бит этой песни. Поехали! Теперь покажу, как играть сам бит. Если играть без глушения, просто сам бит звучит он таким образом. Сначала играем третью, затем шестую, зажатую на третьем ладу. Вот мы сыграли. Далее на четвертой струне первый лад. Два раза. Открытая, четвертая. И на первом ладу пятую струну. И все это повторяем. Следующий уровень сложности, это когда мы играем бит с глушением. Звучит это так. В медленном темпе показываю третью, шестую вместе. Играем глушение. Большой палец глушит шестую струну. Вот этой частью, боковой частью. Далее шестой бас. Потом зажимаем на первом ладу четвертую. Дергаем шестым басом. Опять четвертую. Глушение. И нужно извлечь четвертую струну. Как вам удобнее? Вот указательный, либо средний. Вы сыграли, и потом нужно взять опять на первом ладу пятую струну. Можно взять без баса. Но если хотите, чтобы пожирнее, посочнее звучало, нужно взять с басом. Но можно играть опять же без баса. Звучит это в медленном темпе так. Если вы хотите сыграть с приемом бочка и глушения, то сам бит будет немножко посложнее. Сейчас тоже в медленном темпе покажу, как это играть. Мы играем третью, открытую и шестую с бочкой. Бочку мы делаем запястьем. То есть мы извлекаем третью, открытую и шестую. И сделаем вот такой вот удар по теке. Далее щелчок большим пальцем по шестой струне. Потом опять бас шестой. Далее мы добавляем первый лад четвертой струны. Играем вместе опять же с бочкой. То есть дергаем шестым басом. Потом еще раз четвертую струну. Далее самый сложный элемент, это когда делается глушение. И при этом извлекается четвертая струна. То есть нужно умудриться, развернуть палец указательный таким образом, чтобы ногтевой пластиной ударить по струне. И сделать разворот кисти, чтобы получилось глушение. Вот такой звук. И далее мы дергаем опять первый лад пятую струну и шестой бас. Получается такой бит. Если играть это в высоких позициях, то зажимаем аккорд G на третьем ладу. Дергаем четыре струны. Или можно вообще сыграть первую и шестую вместе. Бит без бочки играется, значит, первая и шестая вместе. Затем глушение. Затем берется четвертая струна, зажатая на пятом ладу, вместе с шестым басом. Начало такое вот. Потом все очень просто. Мы зажимаем на четвертом ладу вторую струну, играем ее вместе с шестой. Потом у нас идет вот это высекание с второй струны. Вот это глушение. За счет указательного пальца я его просто вот так разворачиваю. Ногтем указательного пальца я ударяю по второй струне и разворачиваю кисть. И щелчок идет за счет большого пальца, который играет по басовым струнам. Но при этом нужно задеть вторую струну. И потом беру третью струну. Можно ее взять отдельно, можно взять басом. Полностью звучит это так. Если играть с бочкой, добавляется все то же самое, но мы добавляем, получается, удар запястьем по деке на первую долю. Играем четыре звука, можно два сыграть, то есть первую и шестую, либо сыграть аккорд первую, вторую, третью и шестую. Глушение, четвертая, шестая. Потом идет бочка с второй струной. Вторую струну зажимаем на четвертом ладу. Играем бочку, то есть запястье ударяем по деке. Потом еще раз эту же ноту на второй струне. Далее мы играем глушение. Вторую струну на третьем ладу. И потом опять бочка, третья и шестая вместе. Достаточно сложно, но можно попробовать. Звучит полностью все так. Бочку не обязательно играть на последнюю долю, можно сыграть бочку два раза. Обязательно подписываемся на канал, жмем колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok